Друзья, всем привет! Я Лена. Я Слава. И вы на нашем канале AlexFamily in USA. Рада всех приветствовать! Не забудьте, пожалуйста, подписаться на наш канал, кто еще этого не сделал. Для нас это очень важно, для вас, надеюсь, это не очень сложно. Сегодня мы будем вместе с вами распаковывать 10 коробок, которые купили в магазине Black Friday Deals в первый день завоза, когда было все по 7 долларов. Многие спрашивают, почему вы покупаете только по 7 долларов. Нам нравится ездить в первый день, потому что больше вероятности найти что-то действительно стоящее. Давайте начнем. Смотрите, какая сегодня у нас коробка огромная. Она просто гигантская, но мы ее оставим чуть-чуть на попозже. Начнем с более мелких, чтобы, знаете, так чуть-чуть интригу сохранить. Нам самим очень интересно, что в ней, потому что, ну, в этот раз нам попались прям крупные такие коробки. Давайте начнем. Может быть... Кстати, мне кажется, у нас такой коробки не было, да? Не было, не было. Это самая большая коробка в наших распаковках. Да, мы решили взять в этот раз вот такой пакет. Не знаем, что там. Он такой запечатанный, уже кто-то его вскрывал. Посмотрим. Интересно, знаете, не только коробки, но, может быть, что-то там мягкое, я чувствую. Пакетик. Надеюсь, там не подушка, но просто для подушки твердовато. Сейчас посмотрим. Мы подумали, что вдруг что-то интересное. О, это какая-то сумка. Так, сумкой на ней что-то написано. Humble Bee. Что это значит? Что-то с пчелами. Ну, да. Bee – это пчела, поэтому смотрим. Слушай, я надеюсь, это не набор для пчеловода. Это было бы... Слушайте, только не пишите нам, занимайтесь теперь пчелами, если он действительно набор для пчеловода. Ой-ой-ой, мне кажется, это так и есть. Слав. А-а-а, да. Это костюм пчеловода. Я даже знаю, кто его примерит теперь. Я не буду его одевать. Придется. Ой, мама дорогая. Смотрите, какой комбинезон. Ребят. Слушай, нам осталось этот, космический скафандр найти только. Ну, как нам мог попасться в такой костюм? Ну, что мне теперь одеваться предлагаешь? Конечно. Ладно, так уж и быть. Ради вас. Хлеба и зрелищ. Я одену этот маскарад. Друзья, ну что, вы готовы увидеть нашего нового пчеловода? Я думаю, вы не готовы. Слушайте, это размер XXS. Это маленький размер. Я еле на себя натянула, но как бы на меня он налез. Сначала хотели Славу одеть в него, но я говорю, не, Слав, походу, вот такая вот штука нам попалась. Такое одеяние. Прикольно, слушайте. Можно я открою свой скафандр? Ой. Ой. Так, ну что, смотрите. Это вообще, представляете, ну как вот нам мог попасться в такой костюм? Никому еще не попадалось. Это просто прикол. Это просто прикол. Но я думаю, все с нами вместе посмеются. Такой находке. Самое главное. Знаете, сколько стоит такой костюм? Ребята, вы удивитесь. Самый дешевый мы нашли на ebay. Вот, точно такая же модель. XXXS, кстати, такой же. Стоит 65 долларов. И плюс 5 долларов доставка. Вот, тоже самое сумочка. Вот видите, такая же. И сам костюм. Но мы посмотрели на других сайтах. На официальном сайте он стоит, сколько, Слав, 200? 200 евро. 200 евро. Представляете, он стоит на официальном сайте. Это на ebay. Уже, получается, с рук продают, как мы. Если мы вот это вот выставим на продажу, в принципе, мы можем выставить за 65 долларов. Так что, ребят, вот такая находка. Оцениваем 65 долларов. Кто занимается пчелами, пишите, у кого такой размер. И кому такой подойдет. Но это просто... Это топчик. Такого еще ни у кого не было. Давайте следующую коробочку. С веселым началом. Ох, вот эта большая мне мешается. Мне очень интересно, что там. Но попозже. Давайте эту откроем. Посмотрим. Да, все-таки нравится мне наш магазин Black Friday Deals, да? Много там необычных вещей попадается. Много техники. Ну, посмотрим, что сейчас. А то, знаешь, сейчас расхвалим. А тут нам пойдут одни люстры. Так, здесь что-то тоже в упаковке. Наверное, сапоги для костюма. Надеюсь, не сапоги для рыбалки, да? Это костюм для рыбалки теперь, чтобы в воду заходить. Так, ну что-то надувное здесь, мне кажется. Лодка, что ли, ребята? Нет, какой-то матрас. А, это матрас, да. А, это матрас. Матрас. Ну, кстати, неплохо. Летний сезон, видимо, начался, да? О, смотри, еще под эти, типа, подушки. Подушки. Или подлога. А, они, наверное, вот сюда вставляются, я так полагаю, да? Что-то сюда. Может, это плавучий матрас, помнишь, как в прошлый раз? Ну, давай надуем, сейчас посмотрим. Ну что, купальный сезон начался. В прошлый раз нам достался матрас для посеяна. Сегодня нам какой-то более такой серьезный матрасик. Сейчас мы надуем и покажем. Ребят, мы надули этот матрас. Это, оказывается, матрас для машины, для путешествий. На задние сидения опускаются, и он кладется сверху. Мы его надули просто. У нас нету насадок для тоненьких вот таких, чтобы подушечки надуть. Ну, понятно здесь, что здесь надуваются подушки. Здесь тоже вот эта штука надувается, и она вот так ставится. То есть, чтобы, ну, мягкое было здесь, где пространство, видимо, пустое. Между передними и задними сидениями, да, там, вот это место, чтобы его загородить. Вот, такая вещь. Смотрите, мы нашли на каком-то сайте. Вот он продается за 88,30. И это скидка. Он раньше стоил 126,25. Вот так он выглядит, видите, в надутом виде. Вот так он на заднем сидении выглядит. Конечно, он мелковат. Мне кажется, взрослый человек не особо удобно лежать будет. Узенький очень. Длина короткая, вернее. Короче, не знаю, может быть, для детей. Вот написано, для каких машин можно использовать, для каких нельзя. То есть, смотрите, получается, продается еще на ebay. Он дешевле. Срок 45 долларов и 9 долларов доставка. Но здесь еще идет насос к нему в комплекте. В нашем матрасе насоса нет. Поэтому предлагаю оценить этот матрас, как он стоит на ebay, за 45 долларов без доставки, потому что нет насоса, да? Пусть будет 45, как стоит, потому что в любом случае на другом сайте он еще дороже. Мы нашли просто самую низкую цену. В любом случае, еще одна необычная находочка, которая поднимает настроение, которая делает разнообразными такие видео. Мне очень нравится, когда необычные вещи попадаются круто, когда полезные, практичные. Это просто бесспорно. Но когда такие необычные, это интересно. Ну что, я думаю, пришло время взять вот эту гигантскую коробку. Тебе помочь? Не, она тяжелая, но она узкая, легко берется. Чтобы, знаете, ею не завалить остальные коробки, давайте открывать этот клад. Как думаешь, что там? В больших коробках все может попадаться. У нас знакомая в таких больших коробках, ей попадались клетки для собак. Как ни странно, в том магазине очень много. Некоторые прям охотятся, ходят за этими клетками, коробки берут большие. Но они чуть-чуть подлиннее. Обычно, что в этой квадратной? Давайте не будем гадать, давайте смотреть. Предполагать можно много, но я думаю, всем уже не терпится посмотреть, что внутри. Как, в принципе, и нам. Так, 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 тут пенопласт. Значит, здесь вряд ли что-то посуда в такой большой коробке. Слава, здесь светильник. Слушайте, ну и размерище. Какая-то люстра, ну и размерище у этого светильника. Давайте, ух ты, слушай. Ух ты, какая. Я, кажется, понял, что это за люстра. Слушай, я боюсь ее трогать, если честно. Я понял, что это. Смотри, она с грусталиками, с этими. Да. Так. Слушай, ну это классная люстра. Это классная люстра, да. Так, ну да, как-то, короче, мне нужна помощь. Ребят, мы сейчас отключимся на секунду. Слава мне поможет это достать, чтобы я не разбила. И покажем вам. Да, вообще, прикол. Друзья, ну что, мы не решились все-таки собирать эту люстру, потому что она очень тяжелая. Вот эти хрупкие стеклянные вставки. Мы нашли вот здесь в инструкции. Примерно видно, как она выглядит, ее дизайн. Прикольная, классная люстра, очень необычная. Очень необычная. И она не дешевая. Представляете? Смотрите, мы нашли на Amazon несколько вариантов такой люстры. Вот смотрите. 199 долларов. Дальше. 198 долларов. Точно такая. Дальше. 297 долларов. Ниже смотрим. 187. Ну, то есть, понимаете, цены, да. Разброс цен от 187 до 300 практически. Представляете, какая люстра? Поэтому нам реально страшно ее собирать, потому что мы ее вешать на данный момент в своем доме не будем. Это люстра для высоких потолков, потому что, ну, можем показать, как она смотрится вот в интерьере. Ну, вот, например, видите, вот в таком интерьере вот так она смотрится. Можно вот так эти кольца распределить. Можно вот таким образом. Видите, друг под другом тоже. Но в любом случае, это не совсем пока для нашего интерьера. Я не знаю, какой у нас будет будущий дом, какие у нас там будут потолки. Может быть, она могла бы нам пригодиться. Мы пока, так знаете, на заметочку ее оставим, потому что она дорогая. Конечно, на ней можно и заработать, если продать, но и будет круто смотреться дома, если это будет подходить под интерьер. Поэтому я предлагаю оценить эту люстру, как она стоит на Amazon, на самая низкая цена. У нее 180 долларов. И это очень крутая находка. Слушайте, третья коробка и третья прикольная, необычная и классная находка. Я пока что в восторге от этой распаковки. Вот поэтому нужно ездить в первый день. Да, вот поэтому, да, ребята, мы ездим в первый день, чтобы находить вот такие люстры. Если уж люстры, то вот такие хотя бы находить, чтобы они были классные. Но мы не зарекаемся, потому что у нас, почему это много коробок купили. Может, нам тоже там люстры достались не очень. Но пока круто, мне очень нравится. Следующую коробку берем. Давайте вот эту. Я уже так примерно вижу и догадываюсь, что, возможно, там эта. Она тяжелая. Ну, если честно, там есть надписи. Да, есть надписи, я уже увидела. Тяжеленькая. Но если там то, что написано, то это очень полезная вещь для любого дома в Америке, во всяком случае. Да? Может быть, не сильно выгодная, но полезная. Это средство для мытья посуды, для посудомоечных машин. Очень популярная вот эта фирма здесь в Америке. Я сама такую покупаю, только немножко другой вид. В костке я беру обычно. Сейчас посмотрим, сколько стоят эти бутылочки. И узнаем, насколько выгодно. Потому что это по-любому будет использоваться. Ну, узнаем, какая выгода получилась с этой покупки. Ну что, нашли мы цену. Не сильно, конечно, это выгодно. Но, учитывая, что эта вещь всегда регулярно покупаемая, это нормально. Вот смотрите, например, в местном магазине Таргет стоит одна упаковка, одна бутылка такая, 8 долларов. Вот. Поэтому нормально, в принципе. Мы купили это за 7, 2 бутылки за 7 долларов. А так это было бы 16, как минимум. Это самая дешевая цена на эти бутылочки. Поэтому нормально. Для семьи, как Слава уже сказала, для семейного бюджета это в любом случае выгодно. 50% офф. 50% офф, да. Одну взяли, одна бесплатно практически вышла. Ну, давайте дальше. Берем следующую коробочку. Распаковываем. Здесь, конечно, много скотча для первого дня. Но окей, посмотрим. В первый день тоже часто открывают, закрывают и выставляют заново. Так, что-то здесь как будто такое чувство, да, что не той стороной. Или той стороной. О, это классная вещь. Это классная вещь, Слав. Я догадался, что это. Я помню, ты об этом говорила. Да. Вы не поверите, ребят, но это тот случай, когда я действительно эту вещь хотела купить. Это на 100% я хотела ее купить. Потому что, когда я готовлю, иногда мне нужно часто тереть какие-то сыры, овощи, там еще что-то. И вручную это очень тяжело. Я себе все пальцы стесала. Мне один знакомый давал на время свою такую терочку удобную, в которую просто засунул продукт. Здесь, наверное, кнопочку надо нажимать, а там просто, знаете, как мясорубка такую прокрутил. И все. Это три минуты делов. А я тру вот это долго. И я так хотела себе купить. Слушайте, ну это, походу, еще круче, чем мне давали попользоваться. Ну давай, соберем и покажем. Давай собирать. Достали мы, собрали, ну практически собрали эту овощерезку на живемые так, смотрите. Но я думаю, принцип уже многие поняли. С другой стороны. Вот так? Да. Вот так это вставляется. Здесь уже идет вот эта терочка сама, да? Ну, видно, видно их разные тут размеры для разных форм. Вот. Дальше. Есть вот такая штука, чтобы проталкивать. Нажимаете на кнопочку, и это все выходит. Классная такая подставочка. Тоже удобная, чтобы это все не валялось по кухне для других насадок. Так. И есть еще вот такая щеточка. Для того, чтобы хорошо все чистить, промывать, прочищать. Это очень удобно. Классная находка. Ребят, я так рада. Вы не представляете. Это такой выручатель для меня. Он так будет мне помогать в готовке. Я прям очень рада. А еще рада. Смотрите, сколько стоит. То есть я выбирала, когда в интернете искала. Там были в районе 17 долларов. Но я сам такой простецкий, знаете, выбирала. А этот, смотрите, мы нашли на ebay. Это уже с рук люди продают. Магазины мы их не нашли цену. 76,95. Представляете? Стоит. Вот так это выглядит. Ну, я думаю, все уже поняли. Ну, так просто картиночки покажу. Чуть-чуть. Как можно нарезать и что. 76,95. Есть дороже. Некоторые продавцы продают дороже. Мы нашли самую такую среднюю цену. Поэтому, ребят, оцениваем в 77 долларов. Округляем, да, эти 5 центов. И я безумно рада этой находке. Прям вот все. Я больше даже неинтересна, что в других коробках. Шутка, конечно, неинтересна. Но я уже вот этому так рада, что у меня эмоции прям зашкаливают. А то ты меня напугала прям. Нет, ребят. Класс, класс. Я так рада очень этой находке. Все. В общем, 77 долларов. Так, идем дальше. Давайте. Есть коробки, которые не вот в такой коричневой. А есть вот какие-то в оригинальной. Но мы не знаем, что там. Что-то здесь двигается. Так, скотча, я так понимаю, здесь нет. Давайте смотреть. А, это какая-то декорация. Декорация с подставкой. Так. Наверное, это типа вот так. Ой, да? Или как она ставится? Да, вот так, наверное, ставится, фиксируется. А что здесь? Вот это же тоже для чего-то место. Да. Но больше здесь ничего нет. Слушай, ну прикольная вещичка, да? Угу. Только мне кажется, что не до комплекта какой-то. Ну, сейчас мы найдем, может быть, это просто место, типа свечку тут можно какую-то поставить. Как вариант. Ну, давай поищем, да. Так, ребят, ну здесь получается не до комплекта. Мы посмотрели. На этом месте все-таки должна стоять еще одна фигурка. Кстати, Слав, что здесь написано, расскажи. Наверное, мечтая по-крупному и никогда не жалуйся. Ну, смысл тот, что лучше мечтайте, а не жалуйтесь на жизнь, да? Мы нашли единственный сайт, на котором точно такую, можно, ну вот такого вида, с такой же надписью. Вот на ebay. Это продается за 19,40. Недорогая вещь. Видите, здесь еще типа таких песочных часов. Да, это есть песочные часы с такими кристаллами сверху-снизу, но их здесь нет. Поэтому вот, вот так. Ну, смотрите, в принципе-то любые песочные часы можно сюда купить и поставить. Или что-то, знаете, какую-то вазочку тоже миниатюрную с цветочками. Короче, придумать сюда, дополнить декорацию можно. Вещичка миленькая, пусть не сильно дорогая, но с хорошей надписью. Наверное, кто-то мечтал о песочных часах. Да, да, да. А вот это сердечко не понадобилось. Окей, может разбилось, вернули. Значит, ребят, оцениваем вот эту декорацию в две трети этой стоимости, если не хватает одной части. Эта декорация состоит из трех частей. Одной части не хватает. Значит, 19 разделить на 3 примерно получается по 6 долларов, да, наверное. Давайте ее оценим в 12 долларов, учитывая, что здесь нет часиков. Ну, сюда можно что-то добавить и украсить в доме. Почему нет? Двигаемся дальше. Давай вот эту большую коробку возьмем. Давай. Она, кстати, не сильно тяжелая. Что-то здесь легкое. Там красная, кстати, красные эти стикеры. О, да. Ну, ладно. Не всегда сходится. Так, да. Это не еда, вижу. Нет, здесь что-то в пакете еще. Слушай, похоже на какое-то одеяло, что ли, или плед. Не порежь. Да не порежь, я аккуратно. Да, это, видимо, одеял. Слушай, причем качество такое хорошее. И оно пуховое, походу. Оно пуховое. Как ты такое мягкое. И оно такое тонкое, Слав. Смотри, какое оно тонкое. Оно даже светится. Не знаю, видно на камере, нет. Ну, классно. А какой же размер это интересно? Давай посмотрим. Что-то не написано размер. Какой состав? О, это, кстати, гусиный пух. Минимум 75% наполнения. Представляете? Вот размер 90 на 90. Инчий. Квин. Квин написано, да. Да, то есть получается, это квин размер. И ткань, знаете, не синтетическая. Она больше вот как хлопковая. Очень такая натуральная на ощупь. То есть я так предполагаю, что это одеяло может быть очень даже не дешевым. Ну, классно. Мне очень нравится такое одеяло. Такое тоненькое, но пуховое. Хотя для Флориды не очень хорошо пух, потому что здесь очень влажно, в принципе, климат. И такие вещи, они быстро, знаете, вот приобретают такой специфический запах пуха. За ними просто, ну, надо ухаживать очень часто. Просушивать их в сушильной машине, да? Сушки для белья. Поэтому требуют больше ухода, но вещь очень классная. Сейчас будем искать цену. Ну что, друзья, это одеяло действительно не дешевое. Смотрите, мы нашли точно такой на Амазон. Сложно было найти, но нашли. Вот оно выглядит точно так же, как наше. Даже этикетка вот здесь точно такая же. Все то же самое описание. 115 долларов. Представляете? 115 долларов. Это вам не шутки, купленные за 7 долларов, знаете? За 115. О, классные у нас сегодня находочки, да? Такие дорогостоящие прям. Практически все. Ну, там были чуть-чуть, но тем не менее. Все практичные, не к многие вещей. Интересно. Вот это одеяло, я прям в восторге от него. Крутое одеяло. Ребят, классная находка. 115 долларов. Мы очень-очень рады такой покупке. Ну, давай дальше. Давай возьмем вот такую коробку. Она какая-то легкая. И, кстати, там что-то гремит. И нет скотча. Банночки. Скучали по баночкам? Мы нет, но нам попались они. Пластиковые, что ли, судя по звуку? Да, пластиковые банки. Что-то крышка одна, что ли? Одна на все. А, они вон все крышки. Ну, учитывая, что это возвратные посылки, поэтому неудивительно, что иногда запчасти лежат не там, где нужно. Не, они там, где нужно, кстати, лежали. Просто, просто... Вот, вот так. Все, а то я думаю, что-то крышка неподходящая. Ну, такие банки. Обычно их используют где-то, может быть, для ванны, знаете, там ватные диски сюда накидать, или ватные шарики. Какие-то принадлежности, знаете, чтобы эта пыль не собирала. Оно лежало вроде как в баночке, все видно, как есть. Ну, симпатичные, мне нравятся. Симпатичные, да. Сейчас мы найдем, сколько они стоят. Я думаю, они не сильно дорогие, но практичные, в принципе, в доме можно их легко применять. Слава предположил идею, что сюда надо конфетки складывать. Вот он положил чуть-чуть конфеток. Единственные, которые у нас были. Смотрите, мы нашли точно такие. Сейчас их нигде нет в наличии, ни на Амазоне. Вот на каком-то сайте мы нашли, чтобы хотя бы цену понять. И, кстати, да, они вот, ну, не только для конфеток. Видишь, тут спонжики еще есть. То есть, как для ванны, так и для кухни, в принципе, можно их использовать. И вот они сейчас out of stock, их нет в наличии, но здесь описывается, какая цена на них была. Самая низкая была 30 долларов, самая высокая была 40 долларов. Поэтому я предлагаю оценить их. Ну, давай по самой низкой цене, они же имеют такую цену. Ну, да, 30 долларов. 30 долларов, пусть стоят такие контейнеры, такие вазочки для хранения чего-то в доме. Не сильно дорого, но вещь хорошая, приятная, да? Да. Осталось у нас две коробки. Слав, выбирай. Твой выбор. Узкую, большую или среднюю? Я вижу там настельный светильник. Давай его. Вот это? Да, надпись какая-то есть. Светильники. Второй светильник. Ну, первый вне конкуренции, который нам попался. Ну, не факт. Этот, может быть, тоже какой-нибудь будет классный. Ну, посмотрим сейчас. Он что-то такой... Какой-то странный. Мы любим странный светильник, поэтому... Да. Странный светильник нам в самый раз. Ну, не знаю, я на него смотрю, у меня такое чувство, что он уличный, что ли. Ну, да, на стены. Ну, стена и в доме бывает, внутри. Или, когда так пишут на стены, это значит, что он уличный? Наверное, да. Так, ребята, это прям какой-то целый прожектор. Да. Смотри, какой. Но он металлический. Сначала на ощупь, как будто пластиковый, но нет, это металлический. Что там еще есть? Кстати, смотрится достаточно элегантно так. Прикольно, мне нравится. Да, почему-то три оранжевые заклепочки. И одна какая-то вот такая пимпочка. Сейчас разберемся, давай подключим его, мне интересно. Ребят, мы подсоединили этот светильник. Он мега яркий. Мега яркий. Он действительно прожектор. Светит прекрасно. Даже можно его использовать для освещения, для съемок определенным образом, если направить. Но он опять не дешевый. Слушайте, эта распаковка просто меня поражает. Смотрите, мы нашли в Home Depot. Это известный магазин в Америке, где многие покупают такие вещи. Вот он стоит 138 долларов. Представляете? Один светильник. Мы, конечно, нашли подобный на eBay за 70 долларов. 69.21. Смотрите по фотографиям. Он действительно очень яркий. И он также не боится воды. Смотрите, какой красавчик LED у него лампочки. Видите, как освещает хорошо и траки, и все. Ну, прям реальный прожектор. И свет такой приятный, светлый, белый цвет. Он на самом деле яркий. Так что, ребят, смотрите, я предлагаю, конечно, оценить его в 65, да, как он стоит. Или сколько там он, да, 65. Смотрите, как он стоит на eBay. Потому что, учитывая, что мы не магазин, это если продавать, это будет с рук. Давайте его оценим как с рук, потому что такая цена есть в интернете. Но, тем не менее, новый стоит 138. Это очень круто. Но эта вещь очень классная. Мы ее однозначно оставляем себе, потому что нас он покорил. Он нам пригодится. Да и, в принципе, потом даже на доме где-то, да, он так освещает, ну, реально, прям площадку целую. Так что, классная находка. Очередная классная находка. Хоть и светильник, но крутой светильник. Я ошиблась. Не 65 долларов, как я до этого сказала. На eBay он стоит 69.21. Поэтому предлагаю оценить его в 70 долларов, округлить и радоваться такой находке. Так, ну что, ребят, последняя коробка. Давайте смотреть. Ой, она, кстати, ух, тяжеленькая такая. Что здесь есть? Где, с какой стороны ее надо открывать? О, вот здесь, наверное. Тяжеленькая, посмотрим. Ну, судя по тому, что она тоненькая. Так, подожди, здесь какой-то пенопласт. Может быть. Я только хотела сказать, судя по тому, что тоненькая, наверное, что-то собирать надо. Ну, здесь пенопласт. Но, да, что-то надо собирать, Слав. Кажется, что такое интересное. Столик, наверное, какой-то. Да, это какой-то столик. Ну, давай соберем и будем гадать. Да, ребят, какой-то столик. Сейчас мы собираем и показываем вам. Собрали мы столик. Смотрите, это вот такой столик, видите, боковой. То есть, его можно сбоку пододвигать, когда сидишь, чтобы это не занимало место и было удобно прям все под рукой. Хороший. Написано, что он из бамбука, хорошего качества. Такой. Нам понравился такой столик. И смотрите, мы нашли на каком-то сайте единственной, где мы его смогли найти. Вот он стоит 51 доллар. Сейчас на него скидка 15% стоила 60 долларов. Вот. Поэтому очередная хорошая находка, хорошее заключение нашей сегодняшней распаковки. Оцениваем этот столик 51 доллар. И будем пользоваться с удовольствием. Ну что, ребят, наша распаковка закончилась. Посмотрите на этот стол. У нас просто места не хватает это все поставить. Люстра. Вот это мега люстра. Вот этот вот комплект, одеяло. Ну, классные, короче, вещи. Смотрите, я сделала подсчет. Здесь у нас, значит, как всегда, 10 коробок. Практически, как всегда, да, 70 долларов на это было потрачено. И посчитала я, на какую сумму здесь товара. Опять вышла такая цифра, как в прошлый раз. Было 444, а сегодня 666. Представьте, минус 70 долларов, которые мы потратили. И получается чистая выгода 596 долларов. Очень даже неплохо. С 10 коробок 596 долларов выгода. Это супер. Поэтому на этом мы будем заканчивать. Нам очень понравилась эта распаковка. Надеемся, вам тоже она понравилась. Если это так, поставьте пальчик вверх. Поставьте нам лайк. И подписывайтесь, кто не подписался еще на наш канал. Все, на этом будем заканчивать. Увидимся в следующем видео. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok